Всем привет! Меня зовут Маша Жукова и я наконец-то снимаю новое видео! Да, я очень давно не снимала, но если вы следили за мной в моей группе ВКонтакте, то вы наверняка знаете, почему я не снимала, у меня довольно-таки уважительные причины. Но я очень рада, что наконец могу с вами поговорить, поболтать, потому что я очень соскучилась по камере. А, и сегодня вы, наверное, уже догадались, я хочу с вами поговорить о фильмах. И тут такая вот, типа, атмосфера. Я не знаю, замечали вы её или нет. Хей! Так что да, поговорим мы сегодня о фильмах, давайте вернём им очки. Время от времени у нас попадаются свободные вечера, когда мы можем немного отдохнуть. Мы устраиваемся поудобнее, готовим какие-то вкусняшки, и иногда нам хочется посмотреть какое-то кино. Но часто случается одна проблема. Смотреть совсем нечего. Да, и мы тратим кучу времени, чтобы найти какой-нибудь фильм для просмотра. И сегодня я решила вам рассказать про 4 фильма, которые нравятся мне. Так что да, если вам интересно, вы хотите послушать, какие фильмы я вам посоветую, то продолжайте смотреть. Первый фильм очень новый, он даже до сих пор не в кинотеатрах. Именно там я его недавно посмотрела. Его сейчас многие обсуждают, он довольно-таки популярный. А вы, наверное, уже догадались, какой фильм. И это «Барабаном Рот» и «Кристофер Стелла». Режиссер Кристофер Нолан. Фильм действительно шикарный, я бы даже сказала гениальный. Открыты почти все темы, какую ни назовите. Там есть и любовь, и дружба, и предательство. Я даже не знаю, как пересказать этот фильм, но если вкратце, то группа ученых отправилась в космос, чтобы спасти человечество, найти нам новую планету. Но это не какой-то банальный фильм, он очень необычный, у него очень оригинальный сюжет. Фильм длится 3 часа, но мне даже этого показалось мало. Потому что он действительно затягивает, там постоянно происходят какие-то события. Фильм получился не каким-то растянутым, там действительно все так, как надо. В этом фильме очень много таких классных моментов, которые действительно цепляют за душу. Они заставляют задуматься. Я действительно очень долго думала после этого фильма, не могла никак отойти. Я ревел на этом фильме просто от переизбытка эмоций. Также там очень много говорится о космосе, очень интересно все описывается, о черных дырах. Мне это было очень интересно. И знаете, за 3 часа просмотра этого фильма, мне кажется, я узнала о физике больше, чем за все 3 года обучения в школе. Мы должны преодолеть границы, отведенного нам времени. То есть фильм действительно такой захватывающий, не можете просто оторваться. В «Интерстеллар» очень много головоломок, в конце на некоторые из них вы найдете ответ. Некоторые так и останутся загадкой, ставят вас думать и после фильма. Так что готовьтесь после просмотра этого фильма, вы глубоко погрузитесь в свои мысли. По крайней мере, так было со мной. Сходите обязательно на него в кино или посмотрите потом дома. Это отличный фильм с глубоким смыслом. Мёрф, я люблю тебя. И всегда буду. Я вернусь. Давайте уже перейдём ко второму фильму. И второй фильм это «Жизнь Пи». Фильм «Жизнь Пи» вышел в 2012 году, это тоже новый фильм. Я не знаю, знаете вы об этом фильме или нет, но я решила всё-таки о нём рассказать, потому что мне он тоже очень нравится. В этом фильме рассказывается о юноше, которого зовут Пи. Да, очень необычное имя. У этого юноша довольно-таки необычное мировоззрение, но это вы уже узнаете при просмотре фильма. А в общем-то этот юноша попадает на корабль, который терпит крушение. И Пи остаётся в лодке вместе с бенгальским тигром. То есть они остаются вдвоём с тигром в лодке, и вокруг только океана, и больше никого нет. В этом фильме рассказывается, как он будет выживать на этой лодке. Много приключений, он очень интересный, захватывающий. А кстати, концовка будет такая довольно-таки необычная. Истории окажутся две, и какая из них настоящая уже решать вам. А посмотрите фильм, поймёте, о чём я говорю. Возможно, если у вас какая-то проблема, то, посмотрев этот фильм, вы поймёте, что ваша проблема — это мелочь. В общем-то, «Жизнь Пи» — это очень классный фильм. В нём есть и смысл, и какая-то мораль. И если вы любите задуматься, то этот фильм точно для вас. В общем-то, третий фильм будет немного попроще. Это будет комедия, и фильм называется «Всегда говорит да». Этот фильм вышел в 2008 году, и там снимается Джим Керри. В общем-то, кратко расскажу сюжет фильма. Депрессивный главный герой постоянно всем говорил «нет». Например, если друзья его позовут куда-то, он всегда отказывался. Отказывался от каких-то развлечений. Он просто тупо лежал на диване, смотрел фильмы, и жизнь его была очень скучная. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому он всегда должен на любое предложение соглашаться. То есть он всегда должен говорить «да». С тех пор жизнь его круто изменилась. У него появились новые друзья, он прыгал с парашютом, занимался какими-то увлечениями. Нашел себе девушку, которую очень сильно полюбил. Ты будешь говорить... Да. Да! Да! Этот фильм очень веселый, смешной, интересный. Там есть, конечно, такие моменты, которые мне не очень понравились, но это все мелочи. В целом фильм просто классный. Помимо того, что он просто веселый, там очень много смешных моментов, он еще и очень сильно мотивирует. То есть после просмотра этого фильма мне сразу же захотелось как-то повеселиться, жить на полную картошку, как говорится. Возможно, вам тоже очень понравится, заставит вас встать с дивана и пойти веселиться. Ты всему на свете должен говорить «да»? Да. Вас подвезти? На этом. И после этого фильма даже хочется попробовать на себе эту теорию. А я на себе даже это проверяла. Какой-то день я все время говорила «да». И этот день был действительно очень захватывающим и интересным. Кроме того, случая, когда мне заставили съесть невкусную кашу, а я не могла отказаться. Жить на полную картошку – это классно. И обязательно посмотрите этот фильм. Мир детской площадки. С возрастом начинаешь забывать. И последний, четвертый фильм называется «Марли и я». Это очень добрый семейный фильм. Я думаю, он должен каждому понравиться. А еще я думаю, что странный. Это одновременно драма, мелодрама и комедия. Этот фильм очень веселый, интересный. Но в некоторых местах он бывает довольно-таки грустный. Я даже плакала на этом фильме. Но мне он все равно понравился, потому что фильм классный. В этом фильме рассказывается о молодом журналисте и его жене. Они переезжают в новый город. У них грандиозные планы – покупка дома, дети. Но первым делом они решают завести собаку. Да ладно тебе, выгуливаешь, кормишь ее, моешь раз в месяц. Посмотрим, что тут у нас? Выбирай. Они прелесть. И кто бы мог подумать, что это станет главным испытанием в их жизни. Кстати, собака там очень классный, лабрадор. И по характеру Марли очень напоминает Пита. Пита – это моя собака. А может быть, еще поэтому мне фильм очень понравился. Там очень знакомая для меня ситуация описывается. Да, теперь и твой. Марли, куда ты? Там же стекло. Марли! Привет, Пип. Марли! Марли! Мне его не удержать. Держи! Тормози! Мы посреди дороги! Собаке один хозяин. Кто у вас в семье пользуется большим авторитетом? Эм, пожалуй, я пока посижу, наверное. Разумно. Марли и я – это довольно-таки смешная комедия, и в то же время душераздирающая драма. Там очень хорошо отображены чувства между собаками, между членами семьи. В общем-то, я думаю, что этот фильм очень полезный, семейный, и он должен вам понравиться. А, ну что ж, это были все фильмы, которые я хотела вам посоветовать. Надеюсь, что вы нашли что-то новое для себя, что-то интересное. В общем-то, напишите мне внизу в комментариях, если вы посмотрите эти фильмы, понравились они вам или нет. Напишите свое мнение об этих фильмах, а также посоветуйте мне и другим моим зрителям какие-то ваши любимые фильмы, чтобы мы их посмотрели. Забудьте о негативе, живи на позитиве. С вами была Маша Жукова, я вас всех очень сильно люблю. Всем пока! Пока! Мне надо тоже снять фильм «Питая». Еее!